FTX, 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 Alameda Research, Alameda Research, Sam Bankman-Fried, Sam Bankman-Fried. Вот, собственно, и все новости в крипто за неделю, которые были, пока меня не было. Казалось бы, ничего не произошло больше, кроме скама FTX. Все теперь паранойят, что будут скамиться очередные биржи. Но самое главное, от чего они отрывают этим ваше внимание, как вы могли забыть вообще? Это для того, чтобы вы не заметили, друзья мои, что на 4-х часовике у нас по битку желтая точка на Сайфере. Желтая точка на Сайфере впервые за долгое время на 4-х часовике. И если вы посмотрите назад, как они отрабатывают, это больше локальные желтые точки, но тем не менее они отрабатывают. Вот, поэтому какой тут вообще Sam Bankman-Fried? Смотрим за битком, потому что биток у нас, я вам понимаю, торгуется ниже 20 тысяч долларов, причем сильно ниже, 16-800 сейчас, когда это записываю. И плюс у нас бычий дивер, посмотрите, какой красивый и на дневке, и на недельке сохраняется все еще. Короче, биток у нас походу дает тот самый заходной. Да, мы, конечно, провалились ниже уровня 78 по FIBA, но все еще, отрисовывая этот дивер, мы можем быть в ложном заколе сейчас, в ложном заколе перед очень серьезным отскоком. Напишите в комментарии, как вы считаете, возможен ли такой сценарий или нет. Поймем, сколько людей ожидает еще больше дно. И ставьте лайк обязательно этому видео, и подписывайтесь к нам на канал, если вы зашли впервые. Вот, так что, что тут скажешь, FTX с FTX, со скамилась биржа. Причем, сейчас живем в такое время, удивительно, что вот благодаря ончейн-аналитике Глазнов сразу стало видно, кто, чего, куда, сколько этих монет отправлял. Аламеда Ресерч, конечно, ну какая мораль здесь басни, что не торгуй на клиентские средства, на чужой бирже в маржиналочке. Вот, собственно, главная мысль. А так, в целом, надо, конечно, залетать, потому что, посмотрите, что происходит. По битку, вот я от 61 уровня, по FIBA стою, понемножечку еще залетаю. Dash, BitDAO, на нашей любимой бирже Bybit, ссылка на которую вы найдете тоже в описании. И в целом альты смотрятся тоже круто, потому что никто в них сейчас не верит. Из альтов сейчас повыходит, накапливают биток, и вот тут-то и начнется, скорее всего, альтсезонище. Альтсезонище. Ripple. Вон, посмотрите, как отпрыгнул. Неплохо. Ripple тоже, вон, неплохо, кстати, отпрыгнул. Правда, он до этого сдул весь этот свой импульс. Поэтому тут, конечно, такое дело. Надо помнить, что это высокорисковый рынок, но мы сейчас, скорее всего, находимся на самых вообще крутейших исторических значениях. Поэтому, друзья, все ссылки в описании. Если вы хотите этим торговать или просто накапливать битки, то вы по адресу. Индекс доллара у нас сломал, параболическую структуру. Все. Официально. Сейчас, конечно, где-то в районе сильной поддержки, может быть, он находится по EMA Ribbon, то есть, может быть, отскок еще. Но в целом, если это пойдет туда, то крипта пойдет наверх. И биток вообще может пойти очень сильно наверх. Потому что, ну, как вы можете видеть, от своих пиковых значений он сложился уже на 75%. Так что, блин, тут может быть вообще всякое. Поэтому, собственно, и надо лонговать, но плавно разгружаться. Вот я пока записываю это видео. У меня разгрузилось одно ведерко на 0,5 FIB. Плавно забираю прибыль. Вот, чего я вам желаю. Как торговать на бирже Bybit сейчас появится у вас в конце экрана. Буду стараться выходить чаще. Добавляйте к нам в телегу, в чат и всем профитролей. До следующей встречи. Пока.